В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Бегу по Приморью исторические маршруты. Новый проект от бегового клуба «Ран ДНС Ран». Какими будут маршруты и что подготовили организаторы? Нам сегодня расскажут Ольга Гаева, спортивный директор бегового клуба «Ран ДНС Ран» и Анастасия Молодых, куратор проекта. Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Привет, привет! Оля, ну, наверное, первый вопрос тебе. Как появилась идея нового проекта? Ну, вообще, я начну немножечко издалека. Беговой клуб уже в течение 9 лет занимается развитием нашего бегового сообщества, нашего комьюнити, различными способами и различными проектами. И помимо наших ежесубботних пробежек, которые проходят просто так же по разным районам города и пригорода, возникла идея сделать их более интересными. И вот Анастасия как раз-таки предложила сделать наши маршруты более интересными, добавив в них исторические факты. Наш коллектив весь идею поддержал, и, соответственно, мы начали ее дорабатывать. И более подробно, вот, и Настя сейчас расскажет, как у нас все это родилось дальше. Ну, я еще хочу вот какой вопрос задать. Неужели возникла необходимость чего-то нового? Ведь старые, они пользуются популярностью, они, мне кажется, наоборот, набирают обороты. Да, все-таки сейчас всем интересен не только бег, да, и что-нибудь еще интересное. Поэтому здесь у нас есть информационная отсылка на различные исторические моменты, которые были в нашем городе. Ну, для такого разнообразия, которое именно привлекает еще больше новичков, потому что наша главная цель все-таки привлечь к бегу максимум людей нашего города. Оздоровить. Оздоровить и еще информационно обогатить. Анастасия, ну, раз идея родилась в твоей голове, тогда жду ответа от тебя. Да, ну, на самом деле, это такая идея на точке соединения желаний нескольких групп. То есть, в первую очередь, это потребность от бегового сообщества. То есть, мы, когда завершили прошлый проект в прошлогодний «Бегу по Приморью», спросили, что бы вам еще хотелось, что вам будет интересно в будущем году. А у нас аудитория ответила, что мы хотим новые смыслы. Мы давай дальше копать, что, какие смыслы могут заинтересовать и удовлетворить потребность аудитории в этих смыслах. Вот, и, собственно, так и родилась. То есть, аудитория есть потребность бегать со смыслом. У организаторов, у нас, у команды тоже такая есть интерес, появился вот именно в исторических пробежках. Мой личный интерес тоже здесь есть, потому что мне, в принципе, история интересна. И также интерес со стороны, получается, фонда президентских грантов, который тоже увидел эту идею нашу, поддержал наш проект, который мы уже реализуем в этом году. Сколько вас человек, что вы вот такие грандиозные масштабные проекты создаете? Сколько он с бегунов в край, в Приморье? Если начать с самой команды, да, коллектив наш небольшой, у нас 7 человек в коллективе. А что касается бегового сообщества, то оно, конечно же, выросло. У нас база бегунов уже более 10 тысяч человек. Ого! И приходит очень много новеньких людей. То есть кто-то в первый раз даже. Чем удобен этот проект? Тем, что темп медленный, всем подходящий. И поэтому очень легко с нами как раз-таки начать. Если долго думал, когда же мне начать, то вот сейчас самое время начать с нами. Что меня заинтересовало, да, как человека меркантильного? Что пробежки, бегу по Приморью, исторический маршрут, это бесплатно. Это так? Проект полностью бесплатный, потому что нам повезло второй раз выиграть грант от фонда президентских грантов. И, соответственно, средства, за счет которых мы реализуем проект, они у нас идут от фонда президентских грантов. И это позволяет нам сделать для населения проект бесплатным. Но я так понимаю тоже, что основное в этих пробежках, это, конечно, маршруты. Вот что это за маршруты? У нас 8 различных маршрутов, которые мы выбрали наиболее интересные. Они проходят и по центру города, и, как уже упоминалось, в пригороде, недалеко от города. 8 уникальных красивых маршрутов с различными историческими фактами. То есть помимо разработки маршрутов, нужно было как раз таки составить эти исторические справки, которые нам помог составить. Час Настя как раз расскажет. Да, на самом деле, тоже когда проект планировали, думаем, ну мы что, мы хорошо бегаем, мы хорошо составляем маршруты. Нам нужны помощники в составлении исторических справок, чтобы это было компетентно, чтобы это было интересно. Вот, и нам в этом плане помогают Приморское отделение Русского географического общества, Туристко-информационный центр Приморского окрая, а также на каждую оффлайн пробежку, то есть у нас пробежки как онлайн, так и оффлайн формат происходят, присоединяются эксперты. Ну, например, когда мы бегали ДВФУ маршрут, был проректор с нами ДВФУ, который также дополнял в моменте какие-то интересные факты про этот маршрут. На Поспелово мы бегали, был представитель от музея Арсеньева, и вот будет в субботу у нас пробежка по океанариуму, также будет представитель от Приморского океанариума, который тоже будет дополнять и нашего гида, и вносить свой вклад в такой интересный рассказ. В свою очередь, да, дополню, что именно по спортивной части мы старались выбрать маршруты, чтобы они были доступны, все-таки это примерно 5-6 километров, чтобы дистанцию мог преодолеть действительно каждый, даже если новичок. Вот, поэтому мы старались выбирать несложные маршруты. Теперь у меня два вопроса. Как понять, пробежки онлайн понятно, а оффлайн как пробежку провести? Да, вообще проект рассчитан на две стадии, оффлайн и онлайн. Онлайн — это когда человек самостоятельно заходит на наш сайт, run.dns.run, выбирает маршрут, ну регистрируется прежде всего, выбирает маршрут, берет с собой любой смартфон, любые абсолютно наушники, и у нас записан трек совместно с 2GIS и картами, в общем, они бегут по этому маршруту и на контрольных точках останавливаются и включают наш аудиогид, где уже записаны исторические факты. А оффлайн — это проходит каждую субботу. С нами есть, у нас есть бегущий гид, да, тут уже все без наушников, мы все бежим в одном медленном темпе с остановками, на которых наш гид вещает о интересных фактах. Да, потому что я себе представила гида, какую-нибудь бабушку из нашего музея, например, и как-то 5 километров бегущая бабушка, говорящая что-то громкоговоритель, наверное, ну такая вот картинка родилась. Ну у всех представление того, что действительно это что-то такое историческое, где бабулечки что-то рассказывают, вот мы ими немного тоже меняем эту тенденцию. И действительно экскурсия, она такая динамичная на бегу, и у нас очень молодой динамичный экскурсовод. Какой маршрут самый легкий, какой самый сложный? Ну, самый легкий, наверное, их два, это ДВФУ и это Океанариум, потому что бежим по асфальту без небольшой набор высоты, то есть в горке бегать особо не придется. И самый сложный, это, наверное, это будет форт номер 4, ботанический сад, и это будет исторический центр города, потому что там нужно в горочке чуть-чуть побегать. Да, мы там забегаем на особку почтовую, тоже очень интересный такой маршрут. Да, и что оказалось, кто с нами пробежал, больше половины никогда не были, хотя в ДВС на особке почтовые. Да, есть такой. А сами вы эти все маршруты уже пробежали, уже прослушали гидов? Да, у нас работает вся команда, это, конечно же, не только мы с Анастасией, у нас есть специальные люди, кто тоже помогал в разработке маршрутов, кто их пробегивал, кто все это дело прослушивал, так что вся команда плотно поработала над тем, чтобы все было готово. Да, Настя, кто помогал? Русское географическое общество, кто еще? Туристко-информационный центр Приморского края, и также маршруты, которые мы бегаем, ну, например, вот говорит ДВФУ, Форт Поспелово и Океанариум, то есть мы подключаем наших партнеров-экспертов, которые непосредственно могут рассказать какие-то интересные факты, байки, которых в интернете нет, и они рассказывают это в офлайн-режиме, то есть это Мазерсенева, это ДВФУ и это Океанариум, то есть представители всех организаций с нами бегают и вносят тоже свой вклад в это. Чем проект может зацепить участника? Потому что, ну, ваши бегуны, они и так бегают. Да, хочу добавить, что у нас, еще раз повторюсь, очень много новеньких, и те, кто действительно в первый раз бегут, и вот когда мы бежали по центру города, к нам прям подходили, ну, просто прохожие люди и спрашивали, а что у вас происходит? Мы говорим, у нас интересная беговая историческая экскурсия. Они такие, о, здорово, то есть брали контакт, забавлялись в нашу группу, заходили на сайт и присоединялись потом на следующую пробежку. То есть цепляет именно то, что формат очень интересный, то есть мы все собираемся, знакомимся, конечно же, да, делаем разминку, объясняем маршрут, все организовано, бежим, в конце у нас заминка, какие-то вопросы, ответы, то есть кому что понравилось, что не понравилось, то есть новые знакомства между людьми происходят, пьем чай обычно где-нибудь уже, если в центре города, то в кафе, если где-то на природе, то с собой, который принесли. Поэтому это очень интересно. Два момента – это побегать, пообщаться, послушать информацию, и даже третий момент – это, конечно же, потом поесть после и пообщаться. Да, я дополню, что еще один момент, то что эти пробежки, они очень легкие. Даже вот те маршруты, о которых я говорила, которые сложные, они все равно легкие, потому что ты останавливаешься. То есть есть время продышаться, и любой вообще может пешком пройти, если ты в онлайн бежишь. И сейчас даже, на самом деле, я не совсем ожидала, что будет такой эффект и отклик от людей по именно третьему уже этапу проекта, именно с историческими маршрутами. То есть нам пишут из Приморья и бегуны, и небегуны, которые мы хотим, ну, такое… Мы хотим тоже сделать маршруты у себя, да? И с Дальнего Востока, там, с Камчатки, с Сахалина, ну, уже такие, о, а будет у нас там, мы тоже хотим такое. Ну, я, да, поддержу Олю. И, наверное, вот почему успех проекта именно исторических маршрутов? Потому что сам формат интересный. Ну, просто чтобы что-то, наверное, было успешное, это должно быть интересно людям. Людям не должно быть скучно, им должно быть интересно все. Ну, а когда ты бежишь не просто так, а еще и какой-то интерактив присутствует, это людям интересно, все просто. Да, и вообще, в принципе, когда у тебя в голове что-то разговаривает, да, и бежится как-то легче вообще все делается. Ну, да. Ну, конечно же, на офлайн мы, когда бежим, мы просто бежим… Ну, да, но все равно же кого-то слушать. Ну, между собой общение вообще, на самом деле, самый важный фактор тоже это общение. Какие-то интересные факты, да, наш гид успевает и во время бега рассказать, то, что, о, здесь было вот это, тут вот так, и все, о, ничего себе. То есть, интересно, правда. Ладно, с участниками разобрались. А что этот новый проект дает вам? Лично нам, ну, так как все-таки являюсь директором бегового клуба, да, и у меня вообще самая важная моя цель, чтобы больше людей нашего города действительно втягивалось в бег, потому как за 9 лет я уже, ну, вижу этот прирост, да, я вижу… Проходит 10 лет, если Владивосток бежит. Да, вижу тех людей, которые говорили, что, да, ну, этот бег, это вообще все ерунда, и сейчас они уже бегают, марафоны полноценные, а кто-то и вообще ультры, да, как люди меняются, то есть их меняется полностью их жизнь, меняется их, ну, в общем, это круто, вот, с моей точки зрения, это развивать, внести какое-то вот развитие общее, спортивное, чтобы все понимали, что это просто, что это классно, и вот эта культура бега, культура приветствия на бегу, культура приветствия наших проектов, марафонов, чтобы она у нас развивалась в городе. Потому что это классно. Проект уже запущен, уже бегают люди. Да, у нас уже какая по счету будет шестая, да? Шестая уже был, да, шестая будет. Шестая пробежка. То есть всего 8 пробежек, но они у нас цикличные, то есть 3 цикла вплоть до октября. То есть первых 8 пробежек прошли, все, потом еще раз 8 и еще раз 8. Поэтому кто вдруг не успел, вот как раз-таки сейчас, да, услышал только о нас, присоединяйтесь, у нас будут заново повторяться циклы, пробежки, и можно присоединиться будет. А бежим, ну вот я запомнила, океанариум, Поспелого, где еще бежим? Получается, первые у нас какие были? Это ДВФУ, это мыс Тобизино, это исторический центр Владивостока, это также по центру морская экскурсия, это форт Поспелого, 4-й форт океанариум и розоветров ботанический сад. Какая самая интересная? Да и вот они все интересные, просто у кого-то больше любимых, ну вот мне понравилось пока по центру города, вот 2 маршрута, потому что, в принципе, мы редко бегаем по центру города, да, а тут, когда, тем более, это суббота, 9 утра, насобирается около 50 человек, ну в целом на каждую пробежку, и все такие яркие, красивые, то есть занимательно, что все обращают внимание, и, о, классно, куда бежим, зачем бежим. Ну, представься, куда. Да, я дополню, для меня, наверное, тоже, вот историческая пробежка по центру самая была информационная, интересная, то есть есть другие, которые просто визуально очень красивые, и я после нее пришла, и у меня на книжной полке стоит книга «Письма из Владивостока» Леонора Прей, ну, как раз про нее рассказывали, вот она стоит у меня уже несколько лет, несмотря на то, что я историю интересуюсь, я такая, думаю, начну читать, я начала читать, мне кажется, это такой тоже дополнительный эффект от проекта, который, ну, вот лично на меня, и, я думаю, на части других людей тоже подействовало. Ну, вот, и я дополню, что вот про вопрос для команды, да, какой еще эффект, вот для меня еще дополнительный тоже эффект в том, что, ну, как мне кажется, этот проект также вносит вклад в развитие Приморского края, его привлекательности, туристической привлекательности, то есть люди, гости города больше узнают, и как-то он становится интереснее, тут, может быть, погостить, пожить. Ну, да, мы сейчас часто говорим о туристической какой-то привлекательности нашего города, края, и мне кажется, это тоже такая фишечка. Да, я вот дополню, что... Это экскурсия, вот я не могу назвать это проектом, это какая-то действительно... Беговая экскурсия. Беговая экскурсия, да. И на нее самое интересное, что присоединялись у нас уже, у нас был гость из Перми, то есть он с нами участвовал, также бежал, приезжают Дальнегорск, тоже был, находка, ну, то есть ребята присоединяются, Кавалерово тоже приезжали к нам, так что это, да, интересный проект. А для себя вы, девочки, находили какой-то интересный факт, которого еще не знали, допустим, вот в этих экскурсиях? А горы для кого? Я, наверное, находила все интересные факты, потому как я историю проходила только в школе, да, и потом как-то все, в общем, ну, не до этого было, да, то есть для меня интересна наша каждая абсолютная экскурсия, потому что я на каждой экскурсии узнаю что-то интересное. Потому вот в прошлую субботу мы бегали на форт, на Поспелово, тоже безумно интересно, нам открылись, показали, ну, вообще, что такое капонир, что такое, как оно все было, как оно все функционировало, потому что обычно мы знаем, что вот, да, есть форт, да, вроде какое-то укрепление, что-то там там делало, и было очень интересно подробно узнать, как это все функционировало, работало и строилось. Да, для меня тоже на самом деле произошло какое-то расширение вокабуляра, то есть слов много неизвестных в части темы фортов, но так как я от военной какой-то темы абсолютно далека, и было очень интересно, какие-то вот, капонир, да, что это такое? Вот зайдите на сайт RandeNOS Rande, прочитайте, очень коротко можно узнать, да, то есть какие-то такие прикольные даже бывают словечки, вот что такое сквозняк на форте? Ну, вот, а это оказывается такая стена, стена укрепления, ну, то есть определенные функции, которые имеет, вот, и для меня это тоже таки интересно, у нас, кстати, на сайте проекта, на RandeNOS Rande есть тесты к каждому маршруту, то есть можно попроходить, тоже позарабатывать себе бонусы, потом их на подарки обменять, вот, и поотвечать на такие прикольные вопросы Очень интересно, мне кажется, это для людей все-таки, ну, что-то новенькое Да, а еще из, наверное, плюшек таких, у нас на нашей каждой пробежке присоединяются наши партнеры, и, в принципе, очень часто там, либо мы разыгрываем какие-то подарки, призы, либо какие-то флайера скидочные очень большие на спортивные товары, что тоже опять-таки привлекает людей, ну, и такой приятный бонус, побегала, все, и подарок получила Ну, а еще, если про подарки тогда говорим, за что люди еще бегают? Ну, кто-то за смысл, да, кто-то за идею, кто-то ради спорта, а кто-то в том числе и за медаль Вот, поэтому первые 300 человек, которые пробегут маршрут, подгрузятся результаты, получат фирменную медаль проекта А, я думала, просто бегают, так вот исключительно на добровольных началах, а подарочки все-таки дают, дают А в следующем году ждем четвертую, четвертую версию Мы уже называем четвертую серию Сезон Сезон, да, четвертый сезон Конечно же, мы будем планировать, будем подавать на все гранты Вот у нас Анастасия справляется идеально с этой задачей Будем надеяться, что нам снова повезет, как бы, и мы что-нибудь новенькое придумаем Пока еще вот в процессе Да, пока вот новая идея, то есть это будет новая идея какая-то Будем также спрашивать участников проекта, который сейчас у нас завершится в этом году, да Будем спрашивать, что им интересно, что им бы хотелось Будем какие-то подсвечивать их, ну так как проект у нас социальный, да И будем смотреть, какие социальные потребности, какие боли есть с помощью проекта, который мы можем закрыть Вот, поэтому тоже не все просто так Стараемся как-то делать что-то классное Не только что-то классное, но и полезное Забыла спросить, кто может участвовать во всех этих проектах? Абсолютно каждый желающий У нас нет ограничений Даже приходят родители с детьми Ну, само собой, каждый родитель несет ответственность самостоятельно за ребенка То есть мы в начале, перед пробежкой проговариваем инструктаж о безопасности Как мы бежим, если вдоль дорог, если это где-то пересекаем В общем, да, у нас очень много возрастных нет критериев, если человек справляется, да, соответственно, ребенок У нас очень много там 10 лет, 12-15 с нами бегают И как бы возрастного предела тоже нет Нет, тоже есть возрастные люди, которые справляются с темпом Потому как мы бежим, правда, медленно С остановками все успевают в целом догнать Экипировка специальная нужна? Здесь все-таки, конечно же, да Нужно быть по-спортивному одетым Ну, не нужно слишком заморачиваться на какие-то там Срочно пойти и купить себе всю экипировку Главное, чтобы это были беговые кроссовки А все остальное, сейчас спортивных одежд очень много, да Любые лосины, штаны, шорты, посмотря по погоде Футболка, лонгслив или ветровка Ну, в общем, все зависит от погоды Думаю, одежда сейчас это не проблема Все доступно, да Поэтому вперед, бегом, еще и просвещаемся при этом Да В будущем году будут добавляться какие-то новые маршруты, наверное, да Новые истории о нашем славном городе, его местах и так далее Ну, в планах все-таки Вот мы в прошлом году задействовали прям города Приморского края Мы прям выезжали в Находку, выезжали в Уссурийск, да То есть перемещались по городам Вот, в этом году просто проект такой, он немного усложнен историческими фактами, да Поэтому он на территории именно города все-таки сориентирован Но в следующем году задача расширить границы и выйти в другие города Да, на самом деле у нас уже он расширяется, потому что приходят запросы Ну, вот, как я уже говорила, людей, которые мы хотим в своем городе То есть у нас уже несколько есть запросов И мы просто параллельно уже вне рамок той работы, которую мы запланировали Уже разрабатываем маршруты на других территориях Вообще в идеале задействовать Приморский край и Дальний Восток Потому что реально очень крутой, интересный проект Я думаю, что это будет по силам, и мы это сделаем Да, я тоже думаю, что вам будет все по силам, поэтому удачи вам Новых бегунов в ваших рядах, новых идей и главное их воплощение Приглашаем вас присоединиться Заходите на сайт RunDNS Run, проект «Бегу по Приморью» То есть смотрите наше расписание маршрутов и присоединяйтесь В субботу ждем Я напомню, это была программа «Время говорить» И сегодня мы говорили о новом проекте бегового клуба RunDNS Run «Бегу по Приморью. Исторические маршруты» В гостях у нас были Ольга Гаева, спортивный директор бегового клуба RunDNS Run И Анастасия Молодых, куратор проекта В студии работала Юлия Ракотская Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова